Субтитры делал DimaTorzok Зарекался азарта не брать, опять его взял Бежит тебе Я снять не буду, что он пристал Все, их кожина Ах, лоси-то в круп пошли, бляха-муха Ты мне молодец, собачь Ты молодец у меня такой Такая шаблка Спасибо, спасибо, Станислав Вот это охота Приехали ко мне ребята Наши зрители, подписчики И вот теперь уже друзья С Владивостока Из Ростова Все как обещал, что сделаем совместную охоту Руслану большой привет Который не смог приехать, к сожалению Но еще мы с ним поохотимся раз-двух Охота со зрителями Будет проходить в формате загонной охоты Загонная охота Азартный и атмосферный вид охоты Который не требует от участников Сложной подготовки и большого опыта Загонная охота Вид коллективной охоты На которой добывается один или несколько видов животных Мы приняли такое решение Ветер отсюда Смысла расставляться там нет Поэтому расставляться надо на газотрассе А мы оттуда подтолкнем Смотрите, по технике безопасности Людей не стреляем На них лицензии нет На них лицензии нет, так точно Стреляем все, что с рогами Маток не стреляем Потому что матка, ну, там, штрафы и так далее И цена другая Этих сигалеток тоже не стреляем Мы сейчас доедем до этого До какого-нибудь прогала, где дорога была И оттуда просто, чтобы время не терять Оттуда сразу же, как бы, толкнем и все А вы расставитесь где-то метров 300 Нормально? У тебя какая рабочая дистанция для выставки? 100-200-300 Давайте посмотрим схематично план расстановки всех участников С одной стороны стоят охотники С другой загонщики Дмитрий и Александр Идут навстречу, создавая громкий шум Зверь старается уйти от шума Попадая прямо на засаду Пару минут на подготовку и по номерам А где ящик с патронами? Я его домой не заберу Слушай, да он здесь лежит А здесь? В багажнике лежит Да, обидно будет остаться без патронов Патроны мы будем сегодня забивать Патроны зачем? У тебя 306? А смысл у тебя пятерочки? У тебя же не пристельно даже Долго Так просто, ну да 100 метров как бы, а оно плюс-минус попадет в 10 Шесть штучек, дамки Да не надо шесть Дай четыре Дам Оббери Механику нужно убить Все, 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 хватит Оптимальное оружие для загонной охоты То, с которым вы привыкли работать И уверенно сможете попасть в цель Это может быть как гладкоствольное ружье 12-го калибра Так и нарезной карабин Мы заедем, так, еще не встаешь Ну, так вот И мы поставим сейчас здесь Все на местах Самое время выпускать собак Отпустил сейчас собак Зарекал, что азарта не брать Опять его взял Опять возле, крутится возле меня И из-за этого эти не идут Но странно, что следов Ни одного следа не было Объехали где-то примерно километр Два, три Три километра Проехали Ни одного следа нет В крайней поездке на Камчатку Гром тоже вел себя действительно странно Перед ним в 20 метрах был медведь А он, будь-то, его не учуял Если пропустили этот выпуск Рекомендую к просмотру Ссылка на фильм в описании Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok и все, хваленый, хваленый, вот там выруб, езжай, короче, шляпа, надо куда-то в другое место ехать ну ты рад, что у тебя этот, автор канала, загонщик, прикинь какая уважуха ну да, ну, я тоже такой мороз хотел быть загонщиком все, следующий загон, значит, со мной идешь двой, да? да к сожалению, и второй, и третий загон не дал результатов зверя нет мы с утра объехали, ребята, на квадрике, нашли пятерку лосей на вырубах соответственно, сейчас поедем, будем пробовать взять и добыть охота обещает быть интересной, правда, зверя? если ты будешь сегодня себя хорошо вести если ты не будешь наматывать километры о, зверюша, зверюша бильярдное сукно, бильярдные шары, киль, это что-то такое мужское, тут даже баб не надо, тут никаких посторонних людей, это твое это что-то, ну да, это что-то такое сугубо личное так же нож, согласись, ты его берешь вот, да, есть карабин дорогой, есть там прицел дорогой, там, Найтфорс Сварловский, там, есть какой-то там, Акьюрис Интернешнл винтовки, это все кайф, это, конечно, четко но когда ты берешь нож, это что-то такое, с психологией связано, согласись так-то нож отлично я рад, что у тебя теперь будет правильный охотничий нож это, ну, это что-то завораживающее, это как, как северное сияние, да, смотрели? ну, ты рад? конечно, рад парни, делаю завязкой для собак, в эти поводки, ну, в общем, пристегиваешь их вот так вот, раз, удавку сделал, и все, и собаки на месте сидят а вот и свежие следы лося а так отпускаем, остальных всех берем нельзя лицензии на всех есть да, да 5 лицензий рации старайтесь не говорить а у меня их нету у меня их нету делайте на не сильно громкое сначала и это смотрите аккуратненько я, потому что, ну, тут все, но гоны длинные, понятно, что никто с друг друга не попадет, потому что расстояние большое первый встанет здесь, второй встанет так, третий встанет дальше, четвертый ну, то есть у нас будет, как бы, смещение очень большое даже если ты поведешь стволом по всему в руку как бы, не переживай, тут стенка леса вот такая нормально ну, и расстояние, там, километр точно находишь ну, все, я понял а я, получается, тогда вот этот второй выгуб я чуть-чуть метров триста поднимаюсь туда и там стою да смотри он пойдет оттуда ты стоишь, короче где-то вот здесь вот встань вот зайти туда метров тридцать они могут сюда они могут сюда въехать ты до угла встанешь, тебе вот так прострел видно вот там будет человек стоять вот там посередине, понял? давай пока подъезжала группа охотников Дмитрий увидел рядом не только лосиные следы но и волчьи они его убьют четверо собаки с такой информацией охота становится напряженной вышли на выруб на вырубе все исхожено лосики походили тут конкретно след там вот если видно все исхожено ветер смотри опять поменялся лосик где-то здесь скорее всего вот здесь заход оттуда будет но лоси вот здесь сейчас пройдем посмотрим тут вот видишь вот тоже сюда ну тут ты смотри вообще ну это не знаю где могут локом пойти сейчас саня расставит все номера посмотрим что получится кто-то слышит кто-то слышит ощущение что лось рядом прием рации никто не отвечает все тихо у нас он там и 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 с каждой минутой становится понятно лось быстро отдаляется подойти к зверю очень тяжело в лесу все хрустит и отпустил на пато где полном следы нашли все 15 минут залаял Сюда, идут! Тихо, тихо, тихо! ПО РАЦИОМ Уходим! ПО РАЦИИ Будем! Сколько? 500 Заходишь Не пойму кто отработал, то ли набат, то ли этот гром, непонятно вообще. Ах, лосьи-то в круг пошли, бляха-муха. В круг пошли. Что ж, лось смог уйти от охотников. Как говорится, у каждого зверя есть шанс. По просьбе Белима Дмитрия, который у нас сегодня на охоте из Владивостока прилетел парень, он говорит, суховатые у тебя фильмы. Нужно готовку показывать обязательно, как ты готовишь и почаще, чтобы слюна текла. Ну, в общем, попробуем быстро вам показать, как я готовлю. Готовлю я сейчас косулю, шашлук из косули. В общем, просто паприка, просто лук. Все перемешиваем и добавляем масло подсолнечного. И будет огонь, надеюсь. Напишите в комментариях, нужно ли показывать больше приготовлений пищи в выпусках. Сейчас один из охотников, грача, который прилетел к нам сюда из солнечного Ростова, из Ростовской области. Он говорит, солить надо, Дима, потом. Все кавказцы готовят именно так, солят, когда уже мясо готово. Как я давно не жарил шашлычок из косули. Что ж, прямо... Сейчас едем в охотхозяйство в Богдановичском районе. Здесь у нас собаки хорошо поработали, но такой хруст стоит. Никто не смог подойти. Саша подошел, не знаю, засняли или нет. Вы увидите эти кадры, если он заснял с GoPro, если она не сдохла от мороза. Подошел к классике на 30 метров, но не стал стрелять. Вот такая была история. Ну, собаки работали, ребята. Азарт вообще работал целый день. И только его ближе к ночи сняли. В 12 сани его забрал с леса. Главное не сжечь, потому что огонька вообще даже маленького хватит, чтобы поджарилось сильно. Нам не надо. Две минуты с одной, две минуты с другой. Как обычно. А пока охотники будут наслаждаться шашлыком, не забудьте подписаться на канал. Дорогие мои зрители, вы часто меня просили, устроя охоту с подписчиками. Мне вообще слово это, я говорил уже 10 раз, не нравится. Как бы это вот ребята, с которыми мы познакомились благодаря каналу. Я их считаю дорогими зрителями, а теперь вот мы уже подружились благодаря вот этой охоте. Вот у нас такой вот стол, такие, в общем, прекрасные савинские, да? Савиновские. Савиновские дни, в общем, да. Мы пьем за вас и за все хорошее, чтобы в жизни были у всех вот такие вот охоты и такие вот товарищи, с которыми было приятно разделить и вкусную косулю и стол. За вас, ребят. За вас, ребят. За нас, ребят. А пока не остыло. Ребята, мы переместились из севера, мы приехали в Богданович, вот, к Станиславу, к его маме, Жанине Васильевне. Я вам передать не могу, что нас тут ждет, как бы, вот, беляши, гуляши, в общем, этот, я ж до речи потерял, потому что мы в 3 часа ночи встали, всю ночь ехали. Вот, все устали, но там лося не нашли. Стас говорит, так, завязываем, поехали в хорошее охотугодие, где и подъехать можно. На поле 300 косуль стоит. Да, на поле сейчас ехали, 300 косуль на поле стоит. В общем, вот так вот нас тут принимают. Галина Васильевна, спасибо вам огромное. На здоровье. За такой радушный, теплый прием. Спасибо. Тебе тоже огромное спасибо. Приехали сейчас на базу к Станиславу. Вот такой добротные такие дома. Пойдемте посмотрим. И печка, и спальня. Все из дерева. Пахнет сосной нашей уральской. Красота просто. На этой базе есть еще один дом, который тоже стоит посмотреть. Ух ты. Здесь тоже как интересно. Еще вон наверху спальное место. Класс. Кухонька. Все есть. Все, что для жизни надо. Где-то, наверное, 50-е сосна. Красота. Кухонька. Вот воды сделано. Все хорошо приспособлено. Времени на отдых нет. Пора отправляться на поиски лося. Прямо туда. Косулька бежит. Встало. 100 метров можно стрелять. Но мы не будем. Дима. На меня лось вышел. Видимо, сделал подранку. Подъезжай. Я еще на номер не встал. Одного стрельнул. Сейчас надо искать. Да? Подранил? Попадание должно было быть. Ну, давай. Собаку спускаем. Сейчас так, сперва. До следа дойдем. Посмотрим. Давайте. Посмотрим, доберем, не доберем. К сожалению, снять не успели. Не удалось. Ну, вот сейчас будем искать подранку. 15 минут охота. Мы только в лес заехали. И только расставились, и тут же лоси. Вот два лося было. Подранок? Подранок, ну. Так давайте пусть лежит минут пять. Нет, сейчас собак не ляжет. Собак пустим. Быку что-то будет? Быку. Подранка собаки найдут быстро. Собачки отправили их по следу. 300 метров все они. В часа ли оба. А, с собачками идут. Поработают хоть собаки. Спасибо. Спасибо, Станислав. Вот это охота. Все, они залаяли. Залаяли 300, оба. 360, 400 метров. Поехал я туда. Пока Дмитрий едет за собаками, он даже представить не может, что происходит на других номерах. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА На номере Грачи вышло две косули. Но их тоже стрелять никто не будет. Так как охотники приехали за лосем. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Удовольствие для охотника – это не только процесс добычи зверя, но и возможность просто наблюдать за ним. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Бежит к тебе. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Я стрелять не буду. Смотри, стол. Опа. Уши достал свои. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Молодцы, собаки, молодцы, молодцы. Хорошо, хорошо, хорошо. Аплодисменты. 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...